всем привет я тут сижу одна кушаю завтрак вот такие помазульки нам нравится в последнее время такие покупаем ну всякие разные креветки кальмары крили там всякие соусы это я уже тут доела надоело это вся уже колбаса короче вот хлебушек помазульку мажу и огурчик ну и кофе всем приятного аппетита кто со мной завтракает вчера мы легли спать неожиданно для меня уже сколько короче где-то пол одиннадцатого было вечером вообще-то у нас малышка засыпает где-то около часу пол второго вот а вчера как-то вот она уснула в пол одиннадцатого ну и мы все легли спать и получается я до того отвыкла что она так рано скажем в скобках рано ложится спать что получается когда она сегодня проснулась в 5 часов ну попросила бутылочку как говорится вот я ее накормила и все хоть глаз выколи после этого я конечно не спала я могла бы сейчас конечно поспать бы с ней она сейчас опять у нас спит тут покушала позавтракала вот потом она опять чуть-чуть уснула потом через три часа сейчас проснулась опять я там памперс поменяла помыла подмыла ее второй раз покушала но уже через три с половиной часа примерно прошло вот и сейчас она опять уснула я могла бы с ней конечно сейчас прилечь пару часиков покемарить но сегодня у кристины день рождения поэтому мне надо собираться я уже вот как вы видели позавтракала и надо умываться одеваться ну и потом маленькую переодеть я думаю к тому времени она должна проснуться и потом поедем за цветочками кристины но для кристины я уже купила тортик сейчас вам покажу какой и поедем с мамой и папой и поздравим ее дети взрослые останутся взрослые старшие не взрослые останутся все дома потому что это не праздник мы не празднуем ее день рождения филипп тоже в садике мы просто встретимся там буквально на часик поздравим ее поболтаем чуть-чуть и поедем домой все как говорится подарим цветочки попьем чаек и домой всех детей я во-первых и тащить собой не могу потому что машина у нас одна сегодня ведь я забрал машину поехал на работу поэтому а пешком к не идти всей гурьбой далековато и очень холодно на дворе тут минус 17 не очень-то и хочется и они спят до обеда сейчас их будить зачем их будить короче я поеду чай попью один часик приеду назад они еще наверняка спать будут это для тех кто сейчас начнут писать ой ты такая плохая детей с собой не берешь крути показываю вам тортик так вот такой тортик по моему он был с какой-то ягодой внутри сейчас почитаем дайди что сюда тортик что-то так сливки какого-то белок а черная смородина вот черная смородина там такой вот тортик совсем маленький вот моя рука вот тортик маленьких но нам хватит чаек попить зачем большой много сладкого кушать вредно пока не забыла хотела вам рассказать вы знаете вчера идет витя с лоханкой из холодильника идет и говорит я на смотри короче там полный пакет куриные ляжки и они короче затухли когда мы перед новым годом закупались перед новым годом по моду или после нового года сразу ну короче больше недели уже прошло я купила много мяса и она не поместилась в морозилку не на втором этаже и не на первом там короче все у нас забито так и вот я решила эти ляшечки положить в холодильник на первом этаже и думаю когда на втором этаже тут из морозилки чуть-чуть освободится морозилочка я их перенесу я забыла про них они все затухли ой как мне было жалко ой как я тут ходила стонала и страдала говорю как будто деньги блин из одного места валится но я ж не специально вот такие дела жалко курочку купила она взяла и стухла ужас вот такие у нас мамочек мозги когда много надо запоминать и везде надо успевать и везде только мама 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 а к папе только один вопрос где мама тогда вот такое вот происходит к сожалению бедная курица и беда наш кошелек мы приехали домой я уже тут локсу готовлю обед сегодня у нас будут котлетки в этот раз не такие как были до этого были котлеты но они были не панированные и они были с капустой короче как ленивые голубцы их можно делать в духовке а эти котлеты которые делаю не по с панадом и в духовке их не сделаешь потому что ну она должен в масле обжариваться что было вкусно котлетки у нас сегодня по-киевски и делаю барилла вермишель и соус как же он называется по-русски рамзозу 40 утра взлаза по-русски не знаешь я не знаю как будет короче светлый соус с грибочками это сегодня у нас будет на обед сейчас вам покажу вот котлетки нравится о надо уже переворачивать вот у меня тут варится вермишель и соус уже готов вот такой ну что ты камера у меня что-то скоро уже будет все готово жду с работа мужа для него это будет уже ужин а не обед у нас дискуссия такая маленькая произошла на телеграм-канале на моем в описании ролики ролика переходите на мой телеграм-канал я его восстановила все хорошо мошенники исчезли вот я вернулась никто больше туда не залезет у меня теперь двойной пароль теперь вообще туда не сможет никто залезть потому что не только через одну ступеньку надо пройти надо через две а это два разных эмайла короче не так все просто как это было до этого теперь я опасаюсь вдвойне когда теперь на удочку попалась вот можете смело переходить опять подписываться на мой канал те кто покинули мой канал все хорошо все восстановилась так вот у нас опять была дискуссия о полуфабрикаты так вот одна женщина сказала что вот там котлеты там сама ты можешь налепить у тебя же 44 няньки там я говорю ну какие это 4 няньки двухмесячный ребенок его не может ни алиса не виктория не как держать кроме сары и никто не может помочь лишь не могу теперь зару каждый раз дергать зарам не это зарам не то зара пятое-десятое и тут стоять с утра до ночи в этой кухне кашеварить если я сказала зара посмотри там за маленькой тогда надо быстро быстро там чтобы за час на этой кухне управилась и опять забрала ребенка потому что зара тоже она хоть и взрослый ребенок но она ребенок у нее есть своей жизни она теперь не может весь день нянька со своей сестренкой потому что я ей родила сестренку как-то вот чуть-чуть считаю неадекватно поэтому у меня получается не четверо нянек а пятеро детей вот и все да они могут с ней чуть-чуть поиграться но если она плачет она плачет если надо менять подгузник то ей надо менять подгузник если она у нее плохой день и она будет полдня плакать тогда извините подвиньтесь тут мне не до кухни да и любой здравомыслящий человек это понимает а другие найдут всегда в чем поковыряться и как обкакать так вот хотела есть у нас такой мясокомбинат называется гаврилов в мясном дворе я покупаю котлеты короче полуфабрикаты я всегда смотрю что там есть там какие-то ну вещи которые лучше не покупать такие да если я покупаю полуфабрикаты тогда это в замороженном виде чтобы не содержали никаких там е-186 там какой-нибудь краситель или еще что-либо там да потому что вот эти всякие помазульки которые мы кушаем там тоже всякие красители бы могут быть и консерванты могут всякие разные присутствовать да потому что это как бы ну такой продукт вот тут как бы как бы таких консервантов никаких нет поэтому я покупаю смело эти продукты и готовлю их покупайте тоже и одна мудрая женщина уже в годах написала такие золотые слова она писала мы кушаем чтобы жить мы не живем чтобы кушать до еда это просто чтобы человек получал энергию и чтобы мы могли дальше как бы ходить двигаться и так далее а не для того чтобы с утра до ночи стоять на этой кухне и варить и готовить и печь и так далее тому подобное если есть возможность дорогие женщины бросайте в эту кухню выйдите в мир погулять на свежем воздухе вам станет легче и вы не будете такими злыми поверьте мне на слово так а я сейчас встречу своего мужа накормлю его котлетами полуфабрикатами вот и мы съездим в одно место о котором я вам расскажу позже если это ну совершится когда это совершится тогда я вам уже и скажу не буду вперед гнать коней так что всем доброго вечера всех люблю всех целую всем здоровья и как все сейчас говорят мирного неба над головой то есть Продолжение следует...